Главное здание Дома творчества возвели в центре подмосковного посёлка Переделкино. Здесь жили и работали Борис Пастернак и Корней Чуковский, Арсений Тарковский и Булата Куджава, Андрей Вознесенский и Белла Ахмадулина, а в клубе пристройки любил играть в бильярд Владимир Высоцкий. Слушайте об истории знаменитого сооружения и самого посёлка в материале портала культура РФ. Пусть они попробуют написать книги. Зарождение городка писателей Переделкино. Поселение Передельцы образовалось примерно в 17 веке недалеко от реки Сетунь. Оно входило в состав поместья Леонтьевых. Именно тогда в Песцовых книгах появились первые сведения об этих местах. По одной из легенд, название Переделкино возникло благодаря речной верфи, на которой ремонтировали, то есть переделывали суда. Существует и версия, что сюда ссылал на перевоспитание своих провинившихся подданных царь Иван Грозный. Возможно, название местности дала река Переделка, левый приток Сетуни. В середине 18 века в письменных источниках впервые упоминается деревня Передельцы. В то время ее объединили с усадьбой Измалкова и деревней с таким же названием. Вместе они были водчиной семьи Долгоруких. В первые трети XIX века в Измалково поселились представители старинного дворянского рода Самариных. Статский советник Федор Самарин, согласно купчей бумаге, приобрел обе деревни вместе с господским в селе Измалкове домом, со службами, со всею мебелью, садом, оранжереями, плодовитыми деревьями и цветами и крестьянским всякого рода строением и их имуществом. Здесь вырос его сын Юрий Самарин, автор проекта закона об отмене крепостного права. Последней владелицей Измалково была Варвара Самарина, в замужестве Комаровская. После революции 1917 года Комаровские жили в усадьбе вместе с семьями Истоминых и Осаргиных. По разрешению советских властей они находились там на правах трудовых землепользователей. Несколько лет спустя эти семьи выселили. Осаргины переселились на дачу в соседнем поселке Лукино, Самарины и Истомины переехали в Сергиев Посад. Рядом с Лукиным находилась железнодорожная станция, которая в советское время получила название Переделкино. В начале 1930-х писатель Максим Горький сообщил журналисту Константину Федину. В Москву еду с проектом. Отобрать человек 20-25 наиболее талантливых литераторов, поставить их в условии полнейшей материальной зависимости, предоставить право изучения любого материала, и пусть они попробуют написать книги, которые отвечали бы солидности вопросов времени. С похожей идеей дачного кооперативного товарищества выступила и группа писателей во главе с прозаиком Борисом Пельником. Руководство страны одобрило инициативу. Иосиф Сталин решил, что нужно создать дома для писателей, где бы они могли жить вместе с семьями, друг другу не мешая и интенсивно творить. Летом 1933 года вышло постановление о строительстве городка писателей. Комнаты похожи на пеналы. Строительство дома творчества Переделкино. Для будущей литературной деревни вырубили лес и освободили участок в 25 гектаров между деревней Измалково и селом Лукином. Строительные работы начались в 1934 году. Проект типовых дачных домов подготовил немецкий архитектор Эрнст Май. К следующему году возвели 30 зданий, в которые переехали первые жильцы. Юридически дачами владел Литфонд. Он же и закреплял их за писателями пожизненно. После смерти жильца место следовало освободить для следующего. В числе первых дачи дали Исааку Бабелю, Илье Иренбургу, Борису Пастернаку, Илье Ильфу, Евгению Петрову, Корнею Чуковскому. Цитата. Дачи строились на широкую ногу, по пять-шесть комнат, и все они стояли в сосновом бару. Мне не нравился наш участок. Он был сырой и темный из-за леса, и в нем нельзя было посадить даже цветов. Из книги «Воспоминания, письма» Зинаиды Пастернак, жены Бориса Пастернака. После Великой Отечественной войны поселок разросся, пополнился новыми дачами и жителями. Бывшая дача революционера Льва Каменева стала домом творчества писателей в Переделкине. А в 1955 году начали возводить новый дом творчества. Двухэтажное здание в центре писательского городка построили всего за год. Сооружение в стиле сталинского ампира имело шесть колонн, было украшено лепниной и барельефом, во флигелях разместилось несколько дач. В доме творчества было 40 узких номеров с общими душевыми и уборными на этажах. Как вспоминала поэтесса Инна Леснянская, одноместные комнаты похожи на пеналы. В пенале помещались письменный стол перед окном, полутораспальная кровать, тумбочка, платяной шкаф, кресло для отдыха, большое, плюшевое, по-домашнему уютное и два стула. Поэт Арсений Тарковский предпочитал жить на втором этаже дома творчества и, когда приезжал туда, часто говорил, что возвращается в родные пеналы. В 1966 году начали возводить пристройку к дому творчества. Проект подготовили под руководством архитектора Якова Гузмана. Строительство завершилось три года спустя. Большая часть двухэтажной конструкции была стеклянной. Коридор вел к холлу, столовой и лестнице. На втором этаже, находились кинозал, бильярдная, библиотека и бар. Так вышло, что живу я в Переделкино. Писатели из лит-городка. Борис Пастернак в Переделкине писал стихи и роман «Доктор Живаго». Здесь же он узнал о том, что стал нобелевским лауреатом. А Корнею Чуковскому пришло известие, что его избрали доктором литературы Оксфордского университета. Погостить к нему приезжал писатель Александр Солженицем. Он говорил, «Корней Иванович открыл мне свой дом в самые тяжелые дни, когда мой криминальный архив был захвачен КГБ и очень реально была возможность ареста. Вне его дома меня можно было смахнуть, как муху, а вот здесь не возьмешь». С 1960-х годов в самом Доме творчества или в городке писателей жили и работали Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Римма Казакова, Булата Куджава, Белла Ахмадулина. Так вышло, что живу я в Переделкино. Когда пишу в окне перед собой, я вижу в черно-белых прядях дерева сосулик гребень темно-голубой. И можно ли с усталостью мириться мне, когда старейший юноша в стране на мотоцикле вежливой милиции Чуковский в гости жалует ко мне? Из стихотворения Евгения Евтушенко Переделкина. В литпоселке писатели Аркадий и Георгий Вайнеры вместе с режиссером Станиславом Говорухиным разрабатывали сценарий картины «Место встречи изменить нельзя». А Владимир Высоцкий, который затем сыграл в фильме главную роль, приезжал сюда обсудить сюжет и поиграть в бильярд в стеклянной пристройке к Дому творчества. Около одной из дач Литфонда Андрей Тарковский снимал эпизод фильма «Зеркало». В 1985 году в Переделкине побывал культовый американский музыкант Боб Дилан. Со временем несколько домов превратились в музеи. На кладбище около платформы Переделкина похоронили Бориса Пастернака, Корнея Чуковского, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко. С 1988 года городок писателей официально стал историко-культурным заповедником. После распада Советского Союза закрылся и литературный фонд, который поддерживал Дом творчества материально. Здание пришло в запустение. В 1990-х там была сначала гостиница, затем ресторан, в котором проводили свадьбы и банкеты. Потом корпус окончательно закрыли, и он постепенно обветшал. Дом творчества Переделкина возвращает свое историческое предназначение. Летом 2020 года благодаря некоммерческой организации Дом творчества писателей в Переделкино отреставрировали стеклянный корпус-клуб. Восстановили помещение и мебель внутри клуба. Вернули на место легендарный бильярдный стол, на котором играл Высоцкий. Очистили колонны и фасады. Теперь там работают читальный зал, информационное и выставочное пространство. Посетителям Дома творчества предлагают послушать в аудиозаписи, как писатели читали собственные произведения. В библиотеке находятся книги из серии «Литературные памятники», тома об истории театра и издания с автографами авторов, которые жили в Переделкине. Здесь проводят экскурсии по трем направлениям. Тропой у Пастернака, маршрут по местам, связанным с биографией писателя, по главному проспекту Переделкино об истории поселка и таинственная страсть о поэтах-шестидесятниках, которые жили здесь. Еще реставраторы отремонтировали корпус гостиницы Дома творчества и постепенно восстанавливают усадьбу Самариных. Цитата. Дом творчества Переделкино возвращает свое историческое предназначение, начинает поддерживать исследования культуры и литературы, открывает возможности для авторов и художников, способствует развитию диалога и нового синтеза искусств и становится лабораторией создания новых проектов. Информация с официального сайта Переделкино. С весны 2021 года Дом творчества стал мультидисциплинарной резиденцией. Писатели, переводчики, авторы творческих проектов, поэты и музыканты, чьи заявки одобрит специальная рабочая группа, смогут определенное время жить и работать в Переделкине. Дом творчества Переделкино. История одного здания на портале Культура РФ.